Всем привет! Многое уже, наверное, задолбали на доедливые смс с разных номеров или непонятные звонки. Странно, но многие не знают, как очень просто избавиться от этих назойливых смс-ок в 3 часа ночи и левых звонков. Об этом я сегодня и расскажу. Поехали! Ну а перед тем, как начать, хочу рассказать вам про утилиту Soft Organizer. С помощью ее вы сможете удалить ненужные программы и их следы. Это позволит освободить место на жестком диске. Иногда это даже позволяет избавиться от проблем в работе программ. Если вдруг программа начала глючить, сбились настройки или другие методы восстановления не помогают, то просто удалите ее с помощью Soft Organizer, а затем установите снова. Ссылка на загрузку будет в описании. А еще Soft Organizer абсолютно бесплатный. Обязательно попробуйте, ссылка на программу будет в описании. Ну и, конечно же, для тех, у кого есть компьютер, а для тех, у кого Android, давайте расскажу что да как. На данный момент очень многие почему-то спрашивают меня. Вот мне приходят там смс-ки, к примеру, там от спортклубов 3 часа ночи, а они меня уже просто задолбали, я не хочу от них ничего получать. И на Android есть очень-очень простой выход из всех этих ситуаций. Есть черный список, но почему-то люди об этом не знают, или просто не знают, что есть такая функция. Вот сегодня я и хочу это дело показать. Давайте начнем с смс-ок, и я покажу, как их очень легко и просто блокировать, и больше никогда не получать надоедливых смс-ок. Запускаете ваш смартфон. Естественно, на разных смартфонах у вас могут быть разные прошивки, но чаще всего вся тема будет везде совершенно одинаковая. То есть вам нужно будет зайти в смс-ки и добавить того, кто отсылает смс-ки в черный список. Делается это очень легко. Вот я, например, подготовил смс-ки, которые мне не нравятся. Есть смс-ки с номеров, есть смс-ки с урлов, есть смс-ки, которые под специальными номерами с названиями идут. То есть все это можно будет свободно заблокировать. То есть в данном случае, как это все делается? Вот видите все мои смс-ки, которые я хочу заблокировать. Просто выделяете нужную смс-ку. Здесь нажимаете сверху на три точки. И здесь есть раздел «Участники и параметры». Далее здесь вы можете выбрать строку «Заблокировать». И тут будет написан номер, который вы хотите заблокировать. Кроме того, что вы можете заблокировать данный номер, вы можете просто отключить уведомления с этого номера, чтобы вас не отвлекали приходящие вечные смс-ки от каких-либо сервисов и служб. Если вы хотите получать дальше от них смс-ки, но не хотите, чтобы они вас отвлекали, просто отключаете уведомления по этому номеру и все. И вас уже ничего не будет беспокоить. Если это какой-то сервис левый, на который вы не давали разрешение давать, отсылать вам смс-ки, то вы можете заблокировать этот номер. И так вы можете поступать с любыми номерами, которые вам не нравятся. Я блокирую номер и удаляю ненужные смс-ки. Так можно сделать совершенно с любой смс-кой, которая к вам пришла. Просто блокирую данного отправителя, и в дальнейшем этот отправитель мне уже ничего отослать в дальнейшем не сможет. Так вы делаете с любой смс-кой, которая у вас есть. В принципе, я думаю, вам понятно. Когда будут приходить какие-то надоедливые смс-ки, сразу заносите либо в черный список, либо выключайте уведомления. Что делать, если вдруг вам кто-то звонит непонятно? Вот частенько мне, например, звонят с непонятных номеров и просто тупо какой-то молчок. Чаще всего в интернете написано, что это какой-то разводняк. Возможно, пытаются, чтобы вы им перезвонили. Вот даже элементарно сегодня был случай, якобы пришла смс ко мне с обычного номера, что, мол, вам звонили. Такие смс-ки с обычных номеров не приходят. Они приходят только с номеров вашего оператора. Соответственно, мошенник пытается развести вас на то, чтобы вы перезвонили по этому номеру. А там может быть много чего интересного. Например, вы перезваниваете по номеру, а звонок туда платный. Например, вы перезваниваете по номеру, а там будет какая-то подписка на какую-то хрень, которую будет снимать у вас огромное количество денег со счета. Что делать с этим? Вы идете в ваши звонки. Вот в данном случае у меня эти звонки. Пускай номеров вы не видите. Но, соответственно, эти номера вы можете свободненько заблокировать, тоже внести их в черный список. Нужно просто нажать и удерживать на этом номере. И вот здесь вот у вас появится такая функция, как заблокировать номер. Если вдруг этой функции здесь нет, кликните, тапните один раз по этому номеру. Здесь будут сведения о вызове. И вот здесь тоже появится функция заблокировать номер. То есть вы блокируете тот номер, который вы точно знаете, что это непонятный номер, и вам с него, по идее, звонить никто по-нормальному не должен. Блокируете данный номер, и этот номер вам уже больше никогда дозвониться не сможет, и смс-ку отправить тоже не сможет. Это, конечно, все хорошо. Вы можете все заблокировать, вы можете подключать уведомления. Но есть один маленький момент. Если вдруг вы от какого-то полезного вам сервиса вдруг что-то заблокируете или удалите, то в любой момент вы можете вывести заблокированный номер из заблокированного списка. Что нужно сделать? Вот здесь вот вы три точки нажимаете, нажимаете настройки. Здесь есть блокировка вызовов. И вот здесь вот есть все номера, которые заблокированы в данном случае на вашем телефоне. И если вдруг вам нужно будет кого-то что-то разблокировать, то вы можете просто нажать крестик, и, соответственно, данный пользователь будет разблокирован. Так вы можете сделать с любой блокировкой, которую вы сами внесли в случае, если вдруг вам откуда-то, от чего-то не приходят смс-ки, вы их не можете получить. Ну вот и все, что я хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, оно будет вам полезно. Надеюсь, это многих избавит от большого-большого стресса. Вечно получение этих смс-ок в 3 часа ночи, непонятно от кого. Или еще хуже, звонков в 3 часа ночи от кого-то. В общем, надеюсь, что это вам понадобится. Что вы удалите все эти номера, добавите их в черный список. Или, на крайний случай, хотя бы отключите уведомления о звонках или смс-ках этих номеров, и у вас жизнь наладится. Поэтому не забывайте подписаться на мой канал, если понравилось это видео. Также его не забудьте пролайкать. Ну и обязательно нажимайте на этот колокольчик, потому что без колокольчика новой информации с моего канала вы не сможете получить. Вы только когда зайдете, сможете увидеть, что были добавлены на канале новые видео. А в новых видео я буду рассказывать очень много еще интересного. Всем пока!